Здравствуйте, друзья! Те из Вас, которые регулярно исповедуются, бывают в храме, сталкивались наверняка с проблемой одних и тех же грехов. На исповедь вроде бы идти и покаяться, но одно и то же. Вот вопрос такой. За всю жизнь накопилось множество нераскаянных грехов. И не факт, что сейчас я помню хотя бы их малую часть. Получается, я причащаюсь в осуждение? Как же быть? Каждый раз идешь на исповедь и не знаешь, в чем каяться. Получается одно и то же, из раза в раз. Опять не сдержалась, осудила, не выдержала и закурила, и так далее. В общем, все по вечерней молитве, исповедание грехов повседневных. Но душе после такой исповеди не легчает, давят грехи. А какие – непонятно. Победить грехи можно только при помощи Божьей благодати. А я ей не даю действовать тем же курением, которое я не могу бросить, опять же, без помощи Божьей и грехами нераскаянными. А их я и вспомнить не могу. Некоторые только. Замкнутый круг получается. Как выбраться из него? Может, я неправильно исповедуюсь, перечисляя грехи, в которых я раскаиваюсь? Как бороться с чревоугодием? Понятно, постом. А как бороться с такими грехами, как, например, гнев? Если сдерживать его внешнее проявление удается, то в душе и в сердце он все равно есть. А Господь – сердцеведец. Гнев-то никуда не девается. Так и лопнуть от злости можно. Злюсь и на людей, и на свою немощь. Разве это борьба? Как бороться с гневом, чтобы победить его и изгнать из своей души и сердца? Больше всего меня мучает неприязнь к людям. И когда увидела и некоторые свои грехи и страсти, то и к себе неприязнь появилась. И людям мне противно, и сама себе противно, и злость какая-то на всех, и на все, и на себя. Думаю, что на себя в большей степени. Отчего это? Какую страсть я подпитываю этой злостью? Что за грех меня мучает? И как бороться с ним? За какую ниточку потянуть, чтобы начать распутывать этот клубок? Помогите, пожалуйста, разобраться. Да, клубок, да, замкнутый круг. И ситуация очень-очень знакомая. И, наверное, всякий христианин с этим рано или поздно сталкивается, если, конечно, он планомерно двигается по духовному пути. Что касается исповеди, там должно быть покаяние. Понимаете? Вот на исповеди. Не просто перечисление грехов. Вот и в этом, и вот это вот вспомнил, или вот это вот еще вспомнил, а еще вот то. А вот это вот забыл, ладно, в следующий раз скажу. Нет, дело не в этом. Дело в покаянии сердечном. Приносить Богу искреннее покаяние. Причем делать это по-детски. Ребенок он ведь как? Нашалил, что-то там набедокурил. И когда вдруг осознал степень своей вины, он тут же прям раскаивается так по-настоящему. Я больше так не буду. Вот это вот у него искреннее такое. Я больше так не буду. И он действительно в тот момент совсем-совсем не хочет, чтобы еще у него так же было. Он же без какой-то задней мысли, что я вот сейчас попрошу прощения, на самом деле я опять это же сделаю. Он же в простоте сердца, на самом деле он жалеется, жалеет о том, что он это сделал и говорит, что я больше так не буду. Но, тем не менее, через какое-то время все повторяется в точности так же, как и было. Ну, или там с какими-то вариантами. Правда же? Но вот это вот искреннее его раскаяние, оно для нас может послужить образцом. И каждый из нас в детстве себя вспомните. Мы же проходили это. Ну, я думаю, что у всех такое было. Или только у меня. Такое вот должно быть и покаяние. Каждый раз нагрешил, каждый раз и кайся, каждый раз и сожалей, каждый раз в простоте сердца своего. Приноси Богу покаяние. И этот участок духовного пути нужно просто пройти. Его нужно просто выдержать, выдержать, вытерпеть, выстрадать. Уходят годы на это. Без этого никак. Это как хорошее вино. Вот его сделали, вот оно готовое. Но ему все равно нужно там выдержку какую-то, настояться ему нужно, этому вину. И не ускоришь этот процесс. Это должно вот пройти какое-то время. Это нужно просто время. Если образно говорить с неким духовным путем, то начало этого пути всегда возвышенное, восторженное, всегда обилие радости. А потом это похоже на выход евреев из египетского рабства. Вышли они из египетского рабства, перешли через Черное море и испытали просто эйфорию. Потому что на их глазах погибло фараонское воинство. Это наши страсти и грехи. Мы увидели, что та наша жизнь старая, она осталась там, по ту сторону Черного моря. А мы вот с милостью Божией прошли по суху. Вот все, приняли крещение, приняли Господа Христа. Все, теперь у нас прямо счастье. Эйфория, радость, но она быстро улетучивается. Потому что мы не в Царство Божие попадаем, когда через Черное море перешли, а в пустыню. И вот это путешествие по пустыне, это очень хороший образ нашей земной жизни. И вот эта пустыня, пустыня безэмоциональная. Нету радости, нету вот такая тягота просто. Палящее солнце над головой, зной, и одна только манна в глазах наших. Лучше бы мы умерли в Египте, когда мы сидели у котлов с мясом. Это нужно просто перетерпеть. По-другому никак. И вот стараться вот такое покаяние приносить искреннее, детское покаяние. Не перечислением грехов заниматься, а именно сокрушение сердца должно быть. Как бороться с такими страстями, как, например, гнев? С ним не нужно бороться, его нужно подчинить, его нужно приручить. Потому что гнев – это естественное чувство, которое нам дано от Господа. И единственное плохо то, что он проявляет себя в неправильном направлении. Это как цепной пес, который сторожит дом. Он может кидаться на своих, а может на чужих. Он может защищать этот дом, лаять и огрызаться, и все такое. А может совершенно спокойно пропустить всяких проходимцев в этот дом, залезет в будку, спрячется и будет лежать. Так вот, гнев, по идее, должен сторожить нашу душу от проникновения в нее всяких вредоносных мыслей, грехов. Возникает что-то греховное, он должен сразу, гнев этот должен быть. Вот когда змей с Евой разговаривал, она должна была разгневаться и сказать, какое дело, иди отсюда. Гнев должен был быть в ней, а она поступила с ним в разговор, и все. По идее, она должна была разгневаться, а она не разгневалась. Гнев лежал себе спокойненько, как покладистый песик из будочки, поглядывая на все происходящее, и все. Он свое не проявил, а должен был. Проблема в том, что он лает на то, что не должен лаять, и пропускает то, что не должен пропускать. Вот что такое гнев на самом деле. И поэтому, когда мы гневаемся на кого-то, то мы не должны гнев подавлять. Его не надо подавлять, его нужно направить просто в нужное русло, в правильное русло. Проанализировать, на что я гневаюсь или на кого я гневаюсь конкретно. Потому что, когда возникает этот гнев, он вообще в принципе. Бывает такое, что сейчас всем достанется, даже невиновным. Потому что тут все как-то становится равно. И все, кто под руку попал, все и виноваты. Но нужно вот здесь усилия применить. Остановиться, подумать, на что я конкретно гневаюсь. Потом еще обратите внимание, что гнев – это сторож наших желаний, как правило. И он возникает тогда, когда наши желания не реализовываются. К примеру, мы хотим побыть в тишине, а дети наши балуются, шумят. И разозлился на ребенка. Хотя вчера ты же сам с ним игрался и так же шумел. А сегодня ты хочешь побыть в тишине, а на ребенка разозлился и наворчал, накричал или наказал как-то его. А что, собственно? Вот он сторожил твое желание побыть в тишине. Нужно увидеть, что он сторожит, этот сторож гнев. Рассмотреть это желание и подумать, может, как-то его по-другому реализовать. В общем, нужно научиться просто этим управлять. Что касается, вот больше всего меня мучает неприязнь к людям, а когда увидел некоторые свои грехи и страсти, то и к себе неприязнь появилась. И людям мне противно, и сама себе противно, и злость какая-то на всех, и на все, и на себя. И думают, что на себя в большей степени. Отчего это? Это тайная гордынка. Она у всех есть. Просто вам тоже нужно увидеть механизм, как это работает. Почему вы на себя неприязнь к себе? Такое чувство, что ненависть к себе, что ты так себя повел или поступил, или вот так ты себя проявил. Почему? Потому что было ожидание, что я-то как раз так не поступлю, я-то как раз подступлю по-другому. То есть от себя завышенные ожидания приводят к тому, что потом такая неприязнь к себе. И от людей такое же завышенное ожидание, и от себя завышенное ожидание. Они не оправданы, потому что ни на чем не основаны. Основаны на мнении о себе, о том, что сложилось такое мнение, что я смогу, я справлюсь. Я же такая хорошая, я такая вот пушистая, и прекрасная, и правильная. Я все хорошо понимаю, лучше, чем другие, поэтому я-то смогу, но я не смогла. Боже, какой ужас! И все и начинается вот это вот. Так что здесь, на самом деле, подпитывается, во-первых, это чувство подпитывается мнением о себе неправильным. Здесь нужно просто снизить эту планочку ожидания от самого себя, успокоиться и все. Господь ко всем милосерд. Он все наши грехи знает, и знает лучше нас самих. И степень нашей греховности Он знает, насколько мы немощны. И поэтому с нас дураков ничего не ждет. Лишь бы только мы сами успокоились бы уже, и перестали бы дергаться, и просто любили Бога за Его благость и милосердие. И все, и больше ничего не надо. Ну, вот все, что я могу вам сказать по этому поводу. Помогай, Господь! Надеюсь, помог вам разобраться. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok